Приветствую вас! Давайте мы с вами разберём ваш вопрос насчет определённых. Первое, что я бы хотел сказать, да, это то, что, ну, очень часто психологи рекомендуют всё-таки избавляться от высшей, да, которые там напоминают о ком-то. Ну, это, в общем и целом, считается правильным. Подобные рекомендации, они восходят к произведениям римского поэта Овидия, который рекомендовал человеку, страдающему от любовной зависимости, уходить, скитаться. В общем, там у него на эту тему есть целая стихотворение, я думаю, что вы найдёте. Если что, и прочитаете его сами, хотел бы здесь тестировать его, да и неблагодарный это делал, тестировать каких-то таких гениальных людей. Это первое. Второе. Ваш вопрос. Второй вопрос. То есть первый у вас вопрос, как избавиться от них, второй вопрос, как научиться жить без них. Так вот, второй вопрос ваш, он, по моему мнению, куда более знаковый, чем вы сами себе можете представить. Дело в том, что вы действительно не можете жить без этих мыслей, потому что вам обязательно нужно себя в чём-то обвинять. Вы действительно не можете жить без страхов каких-то, без переживаний каких-то и так далее, потому что вам это нужно для чего-то. Ну, по сути, цель этой цели является поддержание представления о себе, поддержка мировоззренческой позиции о себе и о других людях. И, по сути, так сказать, проволокация жизни, предписание ваших родителей в родительской семье, которые вы уяснили. Поэтому избавляться от мыслей, которые у вас есть, не нужно. А вот смотреть, для чего они вам нужны, эти мысли, и, собственно, какую цель эти мысли преследуют. Это вполне себе можно и нужно. А так, конечно, избавиться от мыслей вы не сможете. Теперь дальше идём. Я что хочу сделать, да? А я хочу разобрать немного ваш текст сейчас и показать вам определённые ваши мысли. Вы пишите, 10 лет назад у меня начались деструктивные отношения с мужчиной. Значит, отношения у вас, вы пишите, деструктивные. То есть, это означает, что отношения вам напрямую вредят. Правильно? Наверно. Ну, если они деструктивные. Отношения, в прямом смысле слова, вредные для вас, если деструктивные. Хорошо. Мы то ссорились, то умерились, то встречались, то расставались. Вновь разжигают чувства, были измены, яркие моменты любви и обожания. И чтоб вы понимали сразу, это не любовь. Любовь это когда, во-первых, всё это постоянное, ну, чувствуешь, к человеку. Во-вторых, любовь это никак не ссоры. Ну, потому что в ссорах люди, как бы, говорят о себе. Обожание, чтобы страсть, хорошо и прекрасно, но хорошо и прекрасно только на, собственно, в первых порах. А дальше страсть должна перейти, к примеру, в любовь, например, в уважение, например. А может быть, какие-то ещё моменты, ну, моменты. Вот. То есть тут вариантов достаточно много. То есть говорить о любви в ваших отношениях, ну, мне кажется, совершенно не приходится. Потому что, на мой взгляд, ваши отношения, ну, представляют из себя то, что вы пишете. Что зависимое. Только вот здесь, опять же, встречаются противоречия. Как противоречия, ээээ, деструктивные отношения, ну, могут быть любовью. Как деструктивные отношения могут называться любовью. Что же это за представления у вас такие о любви и о деструкции? Если, допускаете вы, что в деструктивных, созависимых отношениях, может быть любовь. Ну, согласитесь. Странно. Да? Вот. Тут, конечно, желательно бы пояснить, из чего ссорились. Собственно. Собственно. Говори. И, и, ибо момент-то, что всё, эээ, собственно, очень важно. Дальше. Значит, вновь разжигают чувства, были яркие моменты, эээ, были измены, яркие моменты. Да? Ну, опять, эээ, нельзя разжигать чувства. Они либо есть, либо их нет. То есть, то, о чём вы говорите, это, по сути, самообман. Чувство всегда было одно, что оно по-разному себя проявляло. Проявляло. И, если были ссоры между вами, то это, как мы уже, я надеюсь, поняли, это была не любовь, это была не любовь, а значит, и разжигать там, по сути, вам. Было нечего. Ну, я надеюсь, вы как-то вот к этому моменту придёте. Дальше. Значит, не хочу упоминать имя-имя. Это значит, что вы человека не отпустили. Даже я вам больше скажу, вы не то, что его не отпустили, не отпустили. То есть, вы не то, что не отпустили человека, вы его даже, вы не приняли даже того факта, что его больше нет. То есть, видимо, в вашем сознании он ещё жив. Вот так вот вы его, собственно говоря, ещё увидите. Ну, первое, что нужно сделать, это, конечно же, помочь вам его опустить. На мой взгляд, это совершенно очевидно. Дальше. Я понимала, что без него мне плохо. А с ним ещё хуже. И, тем не менее, несмотря на то, что с ним вам было ещё хуже, вы выбирали всё же быть с ним. Интересует меня момент только, почему вам было плохо без него. И чем вам было плохо с ним, и как это связано именно с собой. То есть, в чём, к примеру, выражалось то, что вам было плохо без него. в чём, в чём, к примеру, выращалось, что-то вам было плохо с ним, вот. Это всё нужно выяснить. Я постоянно порывал нас всё прекратить раз и навсегда, но всё было число. Потому что прекратить всё раз и навсегда нельзя. Это вот у вас такая иллюзия. Всё вообще раз и навсегда не прекращается. Ну, невозможно это сделать. Можно прекратить только здесь и сейчас. Можно периодически прекращать здесь и сейчас какие-то вещи, какие-то моменты. Но прекратить раз и навсегда, нет, невозможно. А это значит, что вы ставили перед собой заведомо невыполнимые цели. А это в свою очередь значит, что вы эту цель не хотели выполнять. А это в свою очередь значит, что несмотря на то, что вы хотели всё прекратить, или, вернее сказать, считали, что должны всё прекратить. Что прекратить вы никогда не собирали. Ведь тогда вы не обратились к психологу. Вы обратились к психологу только сейчас, когда прошло уже сколько, десять лет. То есть это очень, 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 очень немаленький срок. И только сейчас вы обратились к психологу. И то не с личной консультацией, а с вопросом и даже невыполнимым. Это я к тому, насколько вы заинтересованы в том, чтобы всё прекратить. Ещё один самообман. Я вас не обвиняю, а просто, чтобы вы понимали. У меня нет цели вас обвинять. Нет, цель вам показала. Что, как хорошая девочка, как, возможно, умненькая девочка, какой вы пытаетесь себя представить, вы хотели и хотите до сих пор демонстрировать. Я всё понимал. Я хотел вас прекратить. Но что я делал? Чего я хотел это в этот момент? А хотел я того, что обычно себе запрещаю. Я не знаю, что это. Потребность в любви. Может быть, что-то ещё, о чём вы сами не подозреваете. Но что-то здесь определённо есть. Вот что есть, нужно уже разбирать. Дальше. так, значит, это были созависимые отношения. А раз это были созависимые отношения, значит, вам в этих созависимых отношениях для себя что-то было нужно. Понимаете, вот это означает, что вам в созависимых отношениях, если отношение созависимое, это означает, что вам в этих отношениях для себя что-то нужно. И это означает, что вы без этого обойтись не можете. И вместо того, чтобы вы являетесь думать о том, что вам нужно в этих отношениях, вы себя обвиняете за то, что вы в этих отношениях находитесь. Вы себя третируете за это. И, собственно, запрещаете себе в них быть. При том, что желания ваши, они как бы, ну, никуда не деваются. То есть, они, как вот, были, да, они, собственно, так и остались. Ну, потому что это же ваши желания, это же ваши потребности, они не уйдут никуда. Сами-то по себе. Вот. Дальше. Мне оставалось только ожидать, что жизнь расставится по местам. А здесь вы не желаете брать на себя личную ответственность за то, что происходит. Именно отсутствие личной ответственности делает вас жертвой. И именно благодаря своей позиции жертвы, посчитайте треугольник Карпина, про треугольник Карпина. Ибо именно благодаря своей жертвенной позиции и стала возможной эта вся история, эта вся ситуация с вами. Именно благодаря вашему поведению жертвы. Хотите вы это или нет, но это, к сожалению, так. А значит, вам необходимо учиться личной ответственности. Это означает, отвечать за то, что вы хотите и воплощать это самостоятельно. Жизнь на места все расставляет только так, как того же отслуживает человек. Если человек что-то делает, жилья расставляет нам нуждаться так, что человек и приходит к каким-то моментам. Если человек правильно делает. Если человек ничего не делает, к примеру, то если их не расставляет все так, человек оказывается в позиции крайне незавидной. Ну вот, примерно, как вы. Дальше. Дальше случилось, пожалуйста. У него обнаружили опухоль мозга. Ну, опять же, если вы играете в игру «Какой ужас?», можете подсчитать об этой игре в интернете. У него обнаружили опухоль мозга. Знаешь что? Обнаружили у него опухоль мозга. Как это, то, что у него обнаружили опухоль мозга, влияет на ваши отношения? А самое главное, перестало ли это делать ваши отношения менее разрушающими? И ответ, то самое главное, очень интересен. Да, перестало. Да, перестало. Ваши отношения перестали быть деструктивными, и мужчина изменился. Но только вам он уже не нужен такой. Вам не нужен мужчина, где вас не выставляют жертвы. И вам не нужен мужчина, которого вам не нужно спасать. Потому что ведь вы больного этому мужчину, когда вы знали, что он болен, вы же его спасали. Вы же его именно натурально пытались спасти. Вы и с ним-то оставались, собственно, в отношениях только потому, что хотели его спасти. Ну, рядом с ним, продолжали оставаться. Вам его, я так полагаю, было, ну, жалли, я так подозреваю. Или что-то вроде того. В этот момент я осознал, что мой долг быть рядом с ним и поддерживать. Вы правда считаете, что это ваш долг? А как этот долг соотносится с тем, что отношения деструктивные? Ведь если отношения деструктивные, значит, получается, что вы, выполняя этот долг, себе вредите. То есть, вы, выполняя долг, оказываете вред самой себе. Неужели ли есть какой-то долг, по вашему мнению, который мы должны выполнять во вред себе? Ну, вот, Библия, как первый свод мудрости человеческой, да, не берём в расчёт её религиозную составляющую, прямо утверждает, что нет. Такого быть не может. А вы вот говорите, что может. Странно. На что вы опираете? Дальше. То есть, это такая просто противоречия. Ладно. Значит, ну, опять же, должен. То есть, вы пишите, что мой долг быть с ним. Долг. Это значит, не хочу, а долг. Долг, это родительское тазистство. И позиция, соответственно, посадки. Опять же, опять же, тот же треугольник Карпмана нам с вами в помощь. Ну, вы, вам нужно будет его изучать. Дальше. Ему сделали операцию, прогнозы были утешительные, начался период реабилитации, это событие кардинально его изменило, он стал совсем другим человеком, другой мужчиной, который уже не вызывал на блэкчу. Обратите внимание. Вот, вот, что интересно. Интересно. Вот что интересно. Вы говорите. Он не вызывал у меня уже былых чувств. Вот. Но при этом до этого вы пишите, что отношения ваши были деструктивные, но при этом вызывал чувства. То есть, какое-то явное, на мой взгляд, противоречие. Вроде бы, чувство есть к мужчине, а отношения деструктивные. И когда мужчина изменился, когда он стал другим, чувств уже нет. Деструкции вышла и чувства прошли. Что это означает? Что это конкретно означает? А конкретно это означает только одно. Что вы считаете, что любить вас можно только негативно. Это означает, что вы принимаете чувства от других людей, которые для вас определенную значимость представляют. Так как, например, этот мужчина. Какую он значимость представляет и с какой фигурой вы его идентифицируете, это уже другой вопрос. Только когда вас ругают. По-другому? По-другому? Нет. По-другому не работают. У вас, по крайней мере, проявление любви. И вот это уже вопрос. Можете ли вы принять любовь просто так? Не можете ли вы принять любовь просто так? А если вы не можете принять любовь просто так, безусловно, позитивно от значимых для себя фигур, вот вам и обвинение. Ведь если вы чувствуете себя хорошо только когда обвиняете, только когда вас ругают, только когда вам плохо, то вы и будете себя обвинять. До тех пор, пока, либо вам будет дать себя себя обвинять, а после этого вы обязательно найдете за что. Либо вы, наконец, не освободитесь от этого порочного круга, в котором вы сейчас находитесь. Дальше. Значит, так. Он напротив стал больше извинить меня, дорожить, но и на тот момент, когда он сделал мне предложение. Здесь очень классическая история. Игра, ты догоняешь, я отступаю. Я догоняю, ты отступаешь. Можете почитать об этом в интернете. Есть такая детская игра. Знаете как? Догонялка, по-моему, она называется. А на более взрослом уровне. Это называется Муки Тантал. Как вы помните, в Муках Тантала, собственно, главный герой Тантал провинился перед богами, оказался в своем персональном аду, в котором у него было вроде бы все. Но при этом он не мог ничего. Вот и вы здесь поступаете точно так же. Как именно поступаете, собственно говоря? Так а так, когда мужчине вы были не нужны, вы к нему тяготели. Сейчас вы стали ему нужны. И он вам уже стал не нужны. То есть, конечно, понятно, что с другим, с вашим мужем, такая ситуация не работает. С другим, с вашим мужем отношения выстраиваются вроде как иначе. Но дело это не меняет. С мужем у вас, как вы пишете, отдельные истории, не утверждая, что с ним все хорошо. Ну, может быть, все и хорошо, хотя при таком вашем состоянии вряд ли. Вряд ли у вас все может быть хорошо, но это уже деталь. В это пока влезать я не буду. Дальше. Значит, но стал тот самый день, который предопределил исход наших отношений. Значит, он сделал мне предложение. Это было ужасное, очень неловкое, нервозное для меня остатство. Чем неловкое? Чем нервозно? Чем ужасно? А тем, что человек наконец-то, наконец-то пошел с вами на близость. А вы к этой близости не готовы. Ведь чтобы быть готовы к близости, нужно принимать себя. Вы себя не принимаете. Потому и на близость вы не способны. Такая вот, не несколько специальная, я бы сказал, история. Дальше. Все это зрелище, в этот момент я на все все поняла, что не хочу на новый уровень отношений с этим человеком. Почему? Из-за чего не пишите. Все это зрелище вызвало меня приступ истерики, я убежал домой и продал весь день. Из-за чего и почему? Тоже не понятно. Но как минимум вы не получили того отношения, которое хотите. Вы поняли, что тот человек, который вам нужен. И все. Вы поняли, что тот человек, которого вы хотите. Его больше нет. Дальше. Самое ужасное, что не смогла ему ничего толком объяснить, боясь с вами человека капрыть только что. Прошел тяжелое испытание болезни, но я пытался ему донести, что эта самая болезнь не стала причиной моего нежелания продолжать отношения. Ну как вы могли пытаться это донести, если именно это и произошло? То есть именно болезнь прислужила причиной того, что вы перестали хотеть с ними продолжать отношения. Вообще мне кажется, это ваша характерная черта. Отрицать свои желания, отрицать то, чего вы хотите на самом деле. И представлять все так, как будто вы этого не хотите. Вот. Ну, собственно, ничего удивительного, что вы не совсем счастливы. Нет. Дальше. Идем. Не смогла ничего толком объяснить ему. Боять человека ранее. То есть вот, не принять предложение для вас почему-то нормально, а объяснить человека почему не приняли нельзя. То есть объяснение для вас это рана, ну то есть это нанесение раны, объяснить почему вы не можете быть вместе. А отказать в, ну, в предложении руки и сердца. Это нормально. Это тоже противоречие. Понимаете? У вас. У вас. И именно, именно с этого я и хочу, чтобы вы начали свой путь. Именно с этого я хочу, чтобы вы начали свое движение. Дальше. Я оградил из себя от общения с ним. И постепенно наше общение сошло на нет. То есть человек, по сути, так и не знал, почему вы перестали с ним общаться. Расставочность я почувствовал невероятную легкость на душе и наконец-то почувствовал себя самодостаточным счастливым человеком, потому что освободились от родительской среды по всему мужу. Вскоре я встретил своего будущего мужа. Мы уже 5 лет вместе, наш детский ребенок и это совсем другая история. А другая история в каком смысле? Все это время, после расставания, мне не придало чувство беспокойства, как он, как ему здоровье, с ним и с ним. Ну, типичная классическая история для созависимого партнера. Вы расстались, но так его и не отпустили. Вы поймите, что любая зависимость строится по принципу потребностей. То есть вы не можете его отпустить, именно потому что он вам для чего снуть. Пока вы не поймете, в чем ваши потребности в нем, вы не сможете его отпустить. Никогда. Дальше. Так. Недавно я узнал, что он умер от этой самой болезни. Теперь я постоянно о нем думаю, а его смерть не проходит и дня, чтобы я об этом не подумал. А сколько вы думаете? По поводу чего возникает мысль? Я испытываю чувство вины, если наше расставание произошло именно так, именно после его болезни. А как должно было произойти ваше расставание? В чем конкретно ваша вина? Особенно с учетом того, что я сказал. Вы проанализируйте сперва все свои противоречия, капры в ответ. А после уже давайте подумаем, в чем ваша вина. Вина это ответственность. За что ответственны вы? Не виноват, а ответственны. Где грани этой ответственности? Почему только вы ответственны, например, а не, допустим, кто-то еще? Ну, кроме вас, дайте мне, пожалуйста, разграничение в своей ответственности и ответственности мужчинам. Если вы себя обвиняете, то это совесть. Совесть слепа, архаична, стереотипна, неизбирательна, глупа. Такова совесть. И вам нужно от нее избавиться. Да-да, вам нужно избавиться именно от совести. Именно от совести, от своей суперзавышенной совести, которая совершенно очевидно вам мешает. Ну, вопрос только в том, хотите ли вы этого. Если хотите, поможем, все будет хорошо. Если нет, ну все, в таком случае, будете продолжать страдать. Самое главное, делать хуже ребенка своему. Дальше. Я думаю о смерти. Потому что вы хотите свободы. Страх смерти это желание свободы. По сути. Вот и все. Вам нужно о свободе, вы мечтаете о свободе и именно поэтому вы думаете о смерти. Смерть для вас не более чем избавление. По-другому избавиться от той боли, которую вы испытываете, но, наверное, у вас нет никакой возможности. Настолько вы не верите в то, что достойно счастья, достойно любви, достойно уважения. И так далее. Отстойду и желание смерти. Я уже молчу про философское отношение к смерти. Которое тоже возможно должно быть. Вообще, каждый человек должен думать о смерти. Я считал. И каждый человек должен иметь представление о смерти. И слад. Что-то неизбежное. Что-то естественное. Почему вы не боитесь, к примеру, дождя? А что есть смерть? Чего именно вы боитесь? А вы знаете, что такое смерть? Нет, не знаете? Тогда как вы можете ее бояться? А если вы не боитесь смерти, то чему вы боитесь? Что здесь наручены явные логические цепочки. Так давайте разбираться, что именно наручены, как и почему. Дальше. Ну, в принципе, вы пишите все эти мысли, оправляет мою жизнь. Это последнее, что вы написали. Ну, совершенно очевидно, я надеюсь, что они мысли, оправляют вашу жизнь. И текущее состояние, оправляет вашу жизнь. Оправляет вашу жизнь в вашу свою. Которая мешает. Которая напрягает. Которая не дает вам спокойно жить. И так далее. Хотите вы этого или нет, но именно она это делает. И именно вам представить себя вылечить. Не мысли о смерти. И не мысли о молодом человеке. А именно внутреннее обвинение себя. Ну и личностные проблемы. Связанные с искаженными представлениями о себе. Я надеюсь, что о тех неточностях, которые я вам раскрыл, вы подумаете. Я надеюсь, что вы разберетесь у них. И надеюсь, что все-таки как следует поразмышлять. А подсказывать, как избавляться от навязчивых мыслей. Да нет. Избавиться от навязчивых мыслей. Нельзя. Раскрыть, что за ними стоит, и реализовать это. Да, можно. Но без наблюдателя со стороны. И направляющего. Сами. Что сделать этого не сможет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. Теперь будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И.Голубкин Корректор А.Егорова